На пресс-конференции спикеры рассказали о том, как теперь будут применяться кассовые аппараты. Новый закон основан на оперативной передаче информации о расчетах в налоговые органы. Теперь любой желающий может узнавать о своих покупках и хранить чеки в электронном виде. Основными целями реформы являются создание эффективных механизмов по контролю полноты, учету, выручке и выявление зон риска совершения правонарушений. Подобная реформа дает государству легализацию розничной торговли. Предпринимателю новый закон позволяет снизить ежегодные расходы на кассовый аппарат, через сайт ФНС зарегистрировать его и избавиться от проверок, так как вся информация будет попадать напрямую в налоговый орган. Обычному покупателю новая технология дает дополнительную защиту своих прав как потребителя. Большое внимание инспекторы налогового уделили процедуре банкротства. Производство по банкротству может быть возбуждено арбитражным судом при условии, если должник имеет неисполненные обязательства в течение трех месяцев, сумма этих неисполненных обязательств по юридическим лицам составляет не менее 300 тысяч рублей, по физическим лицам не менее 500 тысяч рублей. В течение последующих пяти лет гражданин при обращении за кредитом или займом должен сообщать о проведенной процедуре банкротства кредитору, а юридические лица не могут занимать должностей в органах управления в течение трех лет. Привлечение органов управления должников к административной ответственности в порядке пункта 5 ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. С прошлого года налоговый орган получил право на составление протоколов в порядке данной статьи. Ранее протокол составляла прокуратура Российской Федерации. При фиктивном банкротстве гражданину грозит наказание в виде уголовной ответственности, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Если во время процедуры банкротства гражданин проводил сделки дарения или купли-продажи, то они также будут оспорены. В случае вынесения арбитражным судом решения о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя или участников, учредителей, должника, указанные лица будут нести ответственность своими личными средствами и имуществом по непогашенной предприятиям должником за должность. Журналистам рассказали и о том, какие преимущества появляются при пользовании личным кабинетом. Он позволяет получать актуальную информацию об имуществе, транспортных средствах, суммах начисленных и уплаченных налогов, а также о наличии переплат и многом другом. За прошлый год к личному кабинету подключили более 19 тысяч человек. За 8 месяцев этого уже более 20. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.